Души истинны, и жизнь в детстве, и вся исполняет сокровища благих, и жизни подателю, и их истиннейся вны, и очистены от всяких скверных, и спасти влачные души наши. Всемогущий Господь, благодарим Тебя за то, что Ты до сих пор собираешь людей к Тебе, Господу нашему Творцу. Благодарим Тебя, Господи, и за это множество братьев, сподобившихся сегодня, представь перед Тобою, для того, чтобы можно было обрести спасение в крещении Духа Святого. Благодарим Тебя, Господи, за эту великую милость. Благодарим, Господи, что Ты еще откладываешь сутой, а все еще пребываешь спасителем, пришедшим к нам. Благодарим Тебя, Господь, за это. Даруй, Господи, еще многим и многим уверовать, ибо скоро, совсем скоро закроется эта дверь, которую пускаешь Ты еще в извещении. Господи, как все Ты говорил посвященному Писанию, так все и соделай нам, милость Твою, Господи. Путеводи нас сам, ибо без Тебя мы не можем творить ничего, и спаси еще остаток этого израильского Твоего благоизбанного народа. Помоги, Господи, всем нам. Слава Тебе за все. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. 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 Так. Да, вот они. Так, это они, наверное, смотри. Голик, встань. Голик, встань, вы там, иди спраниц. Так, чтобы не задержать все эти. Я у него получитель. Мало его знали, но они сказали больше о отрицательных дежурных положительных. Так вот, это человек. Да. Но получитель не отказывался. На сегодня занятие. Как-то сказать, вопрос вы задавайте. Мне зачем задавать, когда я вам отвечал. Вы, любой, может, задать, что у него такой совета, а кто его членов, в какой-то такой совете, они голосом не имеют. Я думал, что бумажку написать, и то привезли. Кто еще этот закон Дихонского совета? Поделить его. Дети. День много на бородоке. Ну, и я поднимал. Здесь нет. А Андрей уехал, друзья, он еще на якобы. А они 2-й переехали. Пять человек. Пять человек. Пять человек. Ну, да. Прибавим, что ли. Да. Шесть человек. Так, вот. Вот сейчас Николаеву зададите вопрос, а я потом поясню, почему все-таки я за то, чтобы пропустили беспрещение. Вы задавайте вопросы, пожалуйста. Не члены такого Николаевского совета. На бумаге пишите, записки отдавайте, кому доверяете, а есть члены Глава Гущих. Можно? Да, можно. Ну, я правда знаю. Немного, но вы знаете. Дело все в том, что он когда-то был поченый, а ему говорили, что он крещеный. И вот у него так долго это все происходило, борьба в душе, и меня это очень сильно поразило и расстроило. И хотелось бы вот этот вопрос тебе задать. Что у тебя так долго, вот, ты заколебался с крещением истинным. И так, с погружением, с священством. Ну, так понимаешь, что просто тебе, ну, как хотелось уже быть, ну, так, уже крещенным, все уже, ты верующий и так далее. Но какие-то внутренние у тебя мотивы, вот, которые не относятся к вере Христовой, были или нет? Ты покаялся в них? Или почему я так долго, именно? Да, да, почему так долго? Потому что только в этом году ты только узнал, что оказывается это не крещено. В 2016 году я примерно на первую исповедь пришел в Царетинский, в Москве, в Москве, в Москве, в Москве. И ходил под внутрь, все, начал ходить в церковь. Не святые святые, которые я прочитал. Думаю, ну, хорошо пишет метрополитика. И, наверное, в Москве тоже хорошо. Ну, на том, на моем уровне, в 2016 году, мне все это понравилось. И стал туда я ходить. Ходил все, участвовал в Таинском флоте. И потом, уже, наверное, в 2020 году примерно, может быть, в 2019 году, и я услышал про крещение, как оно должно совершаться. Но знания поверхностно очень были. И только, наверное, в 2020 году, ближе к зиме, уже знания поглубились в этом вопросе. И я выяснил, что у меня родители были неверующие. По просьбе неверующей бабушки меня добыли. В Таинствах они участвовали только, когда самих хрестили. Ну, то есть это нарушено. И веры у меня у самого не было 4 года. Никакой. Неверующие привели неверующего хрестица. Первое нарушение. Второе. Я нашел священника. Он ревновал уже о том, чтобы узнать об этом. Нашел священника, который хрестил по документам. И он сказал, что я тебя погружу. Вот. И в прошлом году я приезжал, когда я спрашиваю хрещение, я батюшке рассказал. Он говорит, как ты хрещен и есть. Ну, в какое основание мы не верить? Ну, настояли, и я начал глубже искать. Нашел настоятеля храма. Он говорит, ну, у нас не было купеля, чтобы крестить. И крестили, говорит, всех таких ставили в тазик и поливали. Ну, кому верит настоятель или священник? Ну, то есть, есть огромная вероятность, что все-таки меня мочили. То есть, второе нарушение. И третье, скорее всего, опять же, заплатили за таинство. Вот. Ну, то есть, затягивание с крещением связано именно с тем, что просто незнание было относительно 50-го апостольского правила и прочих правил церкви и практики. От того же еврея, которого в пустыне плесили. Я недавно только прочитал, что когда там явный чудок исходитель был, а все равно апостоль его исследовал, и его было решено крестить в погружении. То есть, это связано было исключительно с незнанием или с неполным знанием оттягивания. Ну, и в декабре, когда я узнал, что, скорее всего, я моченый, то я стал выходить уже с колошенными и заходить с миром возраста. Это единственный случай был, когда батюшка отказал крещение. Он сказал то, что я сказал, что священник приобрел, как он проужил, а на них было, а на улице что-то не знаю. Я иду с батюшкой и говорю, как же я его прести? Я выглядаю, ехаю в масяне. Он сам сказал, что крещеный. Я был священый. Как я могу? И батюшка прав. Я говорю, нет, он не крещеный. А ты откуда идешь, батюшка? Откуда я? Он не крещеный. Я три раза за одного человека хататайствовал. Это единственный случай в моей практике. Единственный случай, что батюшка отказал. Я на своем оставе исследую. И когда он приехал туда, я исследовал, в каком году крестился он там? В 91-м. А купель была построена когда? В 90-м. Все, стало на свое место. Начал. Как говорят, отбрекаться. И теперь стало все на свои места. И у меня на молитве постоянно было последние два года. Ты не крещеный, ты не крещеный. Я прям стою молюсь, ты не крещеный. Мысль такая постоянная. Можно еще? Я хотел бы сказать, что слово «наверное» нужно убрать. Конкретно не крещеный. Конкретно заплатили деньги на сто процентов. Слышите, все? Не надо это. Я как бы, да может быть. Всегда это тебе это слово. Это как? Перекрещивания нету. Есть то, что было обмануть. Крещение единственное, единое. А если... Ну, если тебе подошел получать деньги, погасили себя, то она тебе посчитала, ну, правильно, по пять тысяч. Пришел домой, а там фантики конфетные. Тебе второй раз получать? Да не было полуполучения. Для обновленных темнотеевных знаний. Научитесь отвечать. У меня один ответ. Пираты захватили корабль. И поэтому они уйдут на каждом шагу. Почему сами попыли в Крещен? Мы писали, что патриарх приехал из-за обмещения. Лепископ был. Нина, там найдите. Лежайте на Афон. Афон совершенно не передает это обмещение. Войны и Сынецки ни одного не виноват обмощенно. Всех крестил. А я вот канонизирую. Лука. Так что здесь вопрос один. Поручители. Поручители. Давайте послушаем поручители. 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 Да, мы сказали. Пускай Вячеслав скажет. Пускай Вячеслав скажет. Я имею слово, да? Да, конечно. Он обещается по США не ходить. Николая знаю, наверное, два года по интернету. А так лично с ним общался. Наверное, вместе я пробыл с ним дней сейчас не 15-16. В общем, в прошлом году. Мы с ним вместе работаем и на сайте, и в интернете. И я видел, как он работает, сколько он времени уделяет божественным делам и сколько там каким-то другим делам. У меня нисколько нет сомнения в его искренности. В том, что он действительно отвергся себя. Потому что я знаю, в каком окружении он был. Я, наверное, один из единственных человек, который умел, готов поручиться за которого. Потому что он там среди элит в Москве все время был. Там совершенно понятия другие, не которые мы здесь сейчас обсуждаем. И там вот стать истинно христианином, это как бы очень позорно. Он это все отбросил. Это видно было сразу. Это большой подвиг. И по-другому на все посмотрел. И самое главное изменяется. То есть ни разу у меня не было такого, чтобы он, допустим, у нас было разное какое-то мнение, мы искали истинно, чтобы он потом ее ответил. То есть он всегда говорил, даже просил, говорю, ну помолитесь, чтобы я сейчас не понимаю, помолитесь, чтобы я это понял. И потом понимал. Но это говорит о том, что человек искренний. И, конечно, какое-то особое крещение, по моему мнению, как учитель. А Вы сколько занятия в интернете ведете? В интернете занятия. Сколько времени Вы ведете занятия в интернете? Ну я сам веду, я не могу сказать... Не, не ведете, а участвую. Участвовал я с 2018 года. Я посмотрел, у меня Сергей Пупков наповал в 2018 году. Где-то в январе, по-моему, вот так. В самом начале фактически. Так, я расскажу о его недостатке. Пусть-то не вязал, а работал. Но благо, что не убежал. Но каждый день Выставлял покаяние перед людьми в интернете. Сколько я сегодня получил всего? Как мне попало? Опять за это, за это. Бедоварная почти. Женский характер. Самооправдание. Женщина всегда сама оправдывается. Это не я, не я. Это вот он змеёныш. Это вот мой змей. Это его отросты против меня. А я нет. Главное. Один-два мы все подряд. Два цикла разных. В последнее время мы столкнулись с тем, что он снимает. Я не доверяю. Снимает и всё. Будет снимать. Ну, без моего ведома выставили. А теперь, я не могу этот материал, раз здесь снимал, и к ним я не прямое отношение. Забы. Особенно сидят. И не тут и и везде. И мне нельзя давать свободно. Материалы эти я первый ставлю, а тогда ты только внимание обратил. А у нас магнитизация и прочее. Уведомления. Я не обращаю внимания. Два уведомления могут приводиться к предупреждениям. А предупреждение не снимает три месяца. Три месяца. Каждый день будешь считать. Второе предупреждение за что-то другое. Третьего нет предупреждения. Не делайте, сразу уничтожайте без канала. У меня 15 лет жизни не пропадет. И мы уже договорились. И было... И так еще человек мешал. Ну, договорились. Помогите, чтобы он не забыл об этом. Что снимает, он здесь меня сразу скидывает. Я отсылаю в администрацию. А поставить на сегодняшний день, еще и месяц мне не касается. Я только заголовки даю. Мы согласились. Ты согласился с этим? Да. Никаких вопросов нет. Мне нельзя никак. Потому что на моих материалах он меня топит. Я сегодня это все вам рассказывал. Совершенно ноль материал. В университете мы с ним закапливали. Ведем занятия. И в это время кто-то мой ролик ставит, что я отправил его. Да ладно уже. Господь им мешался. Ну, не был ни разу здесь, с Украиной. Моя аудитория снимает. А сейчас я был в Суворово. То есть, в предупредение. Я украл. И тогда я ему уже и подарки. Все-таки я хотел выслабить их с ними. С ними. А там проверить не могут, проверить. Университете, 410-й аудитории. 410-й аудитория. Так что вот его недостатки. Практической работы нигде нет. Еще опустившиеся руки. На молитве никогда не стоит руки опустить. Церкви нет. Вы обойдите икон. Ну, полторы тысячи икон. Достаточно. Все храмы обойдите. Нигде нет, чтобы руки стояли у святей. Руки они держат так. Или храм на руке. Или Евангелие. Или Божий Матерь Ангелы. Опущенных рук нет. Опущенные руки написано, как предупреждение, что человек Копатель ко всему. Это рожащие колени. Рожащие колени. Хромящие ноги. А мы это даже не знаем. Люди стоят. Руки вниз. Подними. Ты так возьми ее. Просто так. Икон. Только одна есть теперь. Такая нарисование. Не советую. Сестра Сализы. Но кто ее видел? Никто ее видел. Я ясно вырезался? Да. Так. Я очень прошу тебя. Не оправдывался никогда. Не переписываться будем. Я за то, что вы запрестили. Ты столько проделал работы. Помогал. И пошел. Мы писали на патриарху. И он отнес. Вот куда скажешь. Искать генерала нужно было. Который нам помогал. Но он убился, убился. И все таки. Как говорится. Отдал книги. Получение выпал где-то. Но то увлекаешься чем-то куда-то в сторону. И на работе все чуть-чуть. Все ледным лишним. Ты на работе должен работать. Как наш брат. Вот. Одну работу делай. А другой. В это время груза там груза. Он обед бросает. Пусть стоит. И ты уже упадет. Это стоять рядом. Другая работа опять. Рядом встань и стоять. Я уже смотрю. Две минуты стоишь. Как тебе не стыдно? Мы паразитами. Тормоедов не должны кормить. Каждая минута должна быть занята. У тебя должны уйти быть. Я пример живой даю. Ты не знаешь. Как кот. Пахнута Юрий Алексеевич. Делаешь такое. Делаешь прям. Кажется он сидит. Вот такие сапоги. По восемь щитов в воде. Вон один. Я никому доверить не могу. Такую работу делает. Я проверять его не могу. Он сделает лучше меня. И ты с ним где-то работал. Надо подойти. Шагаю. Два шага туда-сюда. Фу! Срам какой-то. Он везде бегом. Он меня один раз сразил. Попутно сказать. Вот заезжает идти. Там трактор 700 огромный такой. Забрать то, что мы приготовили для пруда. А на пути кабель. Я взял палку. Поднять кабель. А он работает. Другую работу работает. Он у меня трактор ведет. Ты не дадумайся. Что он будет делать? Он со всех ног бросился. Рядом стоит у нас. Гараж. А доски где... Длинный гараж. Соединяется с досками. Где соединяются доски. И вот этот самый промежуток доской закрыты. Вам понятно было? Длинный гараж. Шестиметровый. А тут полтора метра еще нарощенный. Где нарост. Доска прибита. Он подбежал об уши. За доской сомневался. По доске уже на крыше стоит. У меня глаза вот так в разбежку. Как паук. Что кабель поднял? Кабель поднял? Здесь поднялся на крышу. И дальше? Дальше на крышу поднял. Как это поднял? Кабель. Я ему крещу не думай. Прыгай. Там он с собой убежал. Улыбается. В той сады сарай уже идет. Я вот так устал. У меня кто ж какой-то. Развален надо. И он с каждым делом у него надо ставить. Ну пусть глаза похвала, говорит, как укус змеи. Ну тут открыто все. Я все говорю. Не где-то в книге подражайте мне, как я Христу. Подражай брату, который я по работе говорю. Мне на годник нужно, на немец. Телесовка будет. Возражения, если никаких нет, давайте проголосуем. Вопрос есть еще? Кто за то, чтобы Николай, брат Агит, предоставил божественный дар крещения? Поголосуем. За, да? Сколько надо? Почитайте. Пять. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Пять человек единодушных. Минус. 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 Спасибо, Александр. Все. Второй суда, Александр Ильич. Юрий Пахматов. Вы знаете, музыкант этого есть. Да. Пахматов. Я вышла. Он просто. Ну могу сделать. Вот. Здесь. Юрий Ильич. Заявление и то, что сказали. Здесь. Так. Вопросы. Исповедания его какие-либо? Да. Можно, да? Конечно. Там, когда ты к нам приехал, то сказал, что ты был там у Германа Стерлигова и ты видишь, что на 90 процентов у Игнатихна сейчас совпадает это с Германа Стерлигова. Что-то там. Там проценты не поменял свои? Что ты хотел сказать этим вообще? Нет. Это вот про Германа Стерлигова. Мой взгляд на, например, на посты, на внешнюю, на часть духовного. У него расхождения серьезные, 10 процентов. Самые серьезные. Игнатихна говорит, что это 100 процентов правильно. То есть в этих 100 процентов. У него этого нет. Ну, я вот так посмотрел. Посты. Ты можешь быть и 10 процентов, а посты, одежда, каноны, писательские. Внешние. Внешние, да. И человеческие. И часть духовного. Я до 90. Даже если на 99, я даже не 100. А не 100 это все. Но вся праведность из одного греха, из одного панкопольного слова уже ничего не значит. Не это хотел бы услышать. Я хотел бы услышать вообще вот это процентное отношение с Германом, с Терлином, оно вообще к чему здесь было? Ты же, я так понимаю, веру в Христа пишешь и придешь за Христом. Ты бы со Христом сравнения как-то делал? У тебя какие-то сравнения человеческие вот? Вот это непонятно. Потому что я не узнал, что нельзя бриться. Нужно соблюдать посты. Много я узнал, самое первое. Потом уже, слушая проблемы Геннадия Тихоновича, Геннадий пастор, уже понимал, что он хулит на церковь. Он говорит, вся церковь на земле, которая видимая, это все ее депы, все уже ели, что ее нет. И ты про 10% говоришь? Вообще не понимаешь. Вот. Уже остальное, всю пранку, всю по канонам, всю точно, я узнал Геннадия Тихоновича и понял, что, ну, вот я сделал Геннадию десятку. У меня сказали, что десятка, которая, вот, промахивается, это самое важное и страшное для него. Ну, могу сказать, 70-30. Не надо никакие проценты, прошу тебя. Я хотел к этому подвести, потому что тут все сидят, я с тобой об этом уже говорил, ты опять в своих процентах таких запутаешься и запутаешь свою жизнь в процентном отношении. Ты за Христом, видите? Никакой нету. За Христом. Я поясни не дам. На форуме у меня, спрашивай, форум у меня есть. Из-за родителей своих Геннадия Тихоновича. Там есть. У меня одно и мое имя. Большой буквы. Разрушитесь. Я подробно разбираю все его уступления. Церкви нигде нет на земле. Богохуль. Я говорю только о том, что касается духовно. Крещущается? Нет. Крещен я не знаю. Но в связи хитрости. Есть один епископ на земле. Настоящий. Один. Католик. Напоминаю. Афектантов. Но он никого не скажет. Вот он печет особый хлеб. Опары делает. Нахмелы. А дальше люди делают. Мука это не пойдет. Должна быть особая мука. Всяка заключает в этом рамке. А какая особая? Она продается где-то. Ну где не скажу. Человек. А люди-то верные. И они хотят. Настоящий хлеб. И все они настряпают. Дальше. Встречаю. Он говорит. Так это не все. Надо соль. Особая. А соль в магазине. Нет. Это не пойдет. Соль нужна та, которую свет не видел. Она под землей. Ее только выпиливают. А где? Не скажу. То есть он делает человека зависимым рабом его. Ему работники нужны. И от меня, когда ты печить, ты не отойдешь. Его раза три, наверное, в разных местах спрашивали обо мне. У меня до книги мои не видел. Меня не видел. Он некогда. Еретик. Он больше ничего не делает. Он все знает. Да очень правильно женщину рожать. Все. И мало того. Он начнет учить, как печи делать. А тебя сорок лет печи. Я только прошу, чтобы не засмеять все вслух. Такую охренею несет. Вот тут сорок лет я тебе печи с закрытыми глазами могу сложить. А он еще как печь сложить. И в каждом вопросе хитрость. Он первый почти миллионер в России. Там Алиса была создана им организацией. Перекупка и прочее. Сделался не миллионером, а миллиардером. Тазиками деньги были. А дальше на самосвале его возили. Он очень хитрый. И спасался. Каждую ночь на чем он был в любом месте. А когда это лихие 90-е закончились, он вот образует свое поместье. Приезжают. Ну, узнали. Там готовят боевиков. Он недавно оружие сдавал. Стол вот такой вот. И весь сдавали снайперские винтовки. Там гранатометы. Кажется. Все только нет. Он это мне подарки давали. Ну, его, видимо, крепко пугнули. Но за тот раз и в Карабахе. В Карабахе. И она уже, думаю, едет в целом магазине все их продавать. В такой обстановке. И поэтому, в духовном плане, он как раз и говорит. А хвостом, он за то, чтобы была борода. Чтобы людей в школах припортили. Жена слушалась мужа. Тут мы полностью с ним согласны. И вот это, что последнее время, где он все разъяснил. И вот, главное, какая причина. Надо собрать всех ученых с стенки расстрелять. Нормально сейчас можно сказать. Ученые разные. Ну, как это ученых всех расстрелять? А он открыто там все заявляет. Открыто. Это не все. Ну, я и не говорю, что стрелять нужно изолятором. Но электричество на всей стране нужно отключить. Детей там в университетах не учите. Дети с высшим образованием. То есть, настолько неискренно это все. И поэтому меня вам назвали одним словом. Разрушитель. И про католиков говорить не надо. А мы считаем церковь, имеющая священство, это наши братья. Да, сможет нам ошибок. Но у нас тоже не хватает. Вот какой взгляд на это? А что касается жизни, работы, своих агентаций. Повторяю. Он говорит так. Надо продать, купить. Тут усходимся. Начинает, приехал, продал, купил. И теперь он дает интервью. Сидит на царе, корову, как Герман и Бович говорил. Куда молокос бывать? Не знаю. Дальше-то он ничего не говорит, что должна быть общая. Я бы ни разу не видел, что он в Библии считал, занимался. Этого нет. Но вы нигде не увидите, чтобы Осипов сидел с людьми, занимался Библией и прочее. Нигде. Это точно так же. У них одинаково у всех. Дальше, когда картнешь, ничего нет. Поступай в работники. Он открыто это говорит. А мужик сидит там, бревна какие-то, он сидит, руки сложные. У меня он обманул. Я квартиру продал, купил, брошенное деревье, все. Дальше-то у него ничего, нигде нет. Мы говорим, должна быть общая. На храмы деньги просить не надо. Везде, в интернете. Если не можешь построить, не нужен храм. Собирались ежедневно по домам. По домам. У мусульман так. Если человек не вошло, на кресле стоят. Принимают в ход решения строить новую вещь. Десять не могли войти. Поклониться. Тут все на месте. А здесь только храмы, храмы, храмы. Захромались. И поэтому осуждения наши в чем-то сходятся. Но где-то может и... Потому что я говорю открытым текстом. Где он? Кто он такой? А мог он приехать сюда? Никогда. Никогда. И он выступает там о женщинах. И там какой-то говорил. И говорил, что такое что-то не так. Он хватает тут же прямо... Знает, что съемка идет на интернете. Хватает стакан. Бьет его. Он сумасшедший. Он весноватый. Ну, как жерьмо с людьми. И поэтому... Я говорю то, что видел. Он приехал. Арманов работала там. И там спросил про нас. Он не слыхал мою фамилию. Юритик. Всегда. А встречался, значит... Нет, не считал. Совершенно безответственные слова. Выступления. И прочее. Ну, он знает где играть. Путин это самый хороший. Самое то другое. А вот дальше его не трогали. У него по месту. А он говорит, у меня денег нет работы. Денег покупаю в работе. Никому? А мне? А мы говорим, будьте богаты тем, что есть. Видите, в чем мы сходимся. А он бы был сейчас здесь. Он буйствовал здесь. Он бы разбил аппаратуры. Что угодно. С собой не владеющий человек. Я говорю то, что он в интернете видел. А бог? А как же? Бог? Может быть посидел бы? Хоть бы съемку сделаем пять. Ихать не может. Можно я по этому. А, в интернете читать. У меня Алексеевич еще есть вопросы? Алексеевич, скажите, пожалуйста. Ваше мнение теперь, вот уже, после того, как мы познакомились с Игорь Михайловичем. Человек пребывал здесь, потеряя в Киеве. Оно поменялось? Ваше отношение в Сербии? Оно не то, что не поменялось. Я знал, куда я еду. И зачем мне еду, уже учиться сюда. Я здесь увидел Игорь Михайловича точно такого же, как в интернете. Он ведь не разный. На всех проводах, на всех занятиях, на всех видеороликах. Я пошел, чтобы ближе это все узнать, не узнать, даже прочувствовать на себя приложение. Все это закрепить, что-то большее, чего нет в интернете. Нет, я не говорил о важном отношении с Игорь Михайловичем. Меня интересует Ваше мнение к тому, что у Вас связывалось с ним. Духовное? Духовное, конечно. Только внешнее. Меня с ним вообще ничего не связывало. Я сказал, что вот это плотское, местное, семейное, огородное, деревенское, крестьянское, вот это. Духовного там не было ни занятий, ни обучения, их не было просто. Так вот об этом-то и надо говорить. А ты говоришь, я от него узнал, узнал, такой печеньков, он тебе духовный отец. Ты должен духовного наставника быть. Как бы к нему попали, то еще не все. А учился бы на пекаре, поехал назад, да, учил бы печеньку. Плотно. А в зал интернет? А Багнатихович, как Вы узнали? Так же вы узнали? Случайно, да? Смотрел про деревни, про старообрядцев, где рыбки. И наткнулся, где и Гомян, старообрядцев, и Глубков Сергей, и Никита. Иначе смотреть, даже стало интересно. Вопрос крещения, как у Вас возникло? Крещение так же, я думал, что я крещен, потому что в пять лет я сам помню, как меня крестили. Я был всегда с мнением, что я крещен, носил крест, ходил на все похороны, поминки, пластические, все мероприятия, семейные. А в храм на службу исповедоваться, крещаться в неканомии. И когда уже узнал из проповеди, что такое крещение, похоронное, неканомное, нарушение, такое правильное, уже три года назад я начал задумываться, где... В неканомии крещения Вы знакомы? Она мне пришла, как подарок от Игната Тихоновича через двору. Прочиете? Конечно, прочиете. И я уже думал, где мне креститься, чтобы, в принципе, не ехать две тысячи километров. Игнат Тихонович так не сказал, если Вы там найдете правильно, как креститься, креститесь. Если Вы там найдете, Вы у себя на родине, в Мариел, в Бешкаралевке, в деревне там где. Если не найдете ничего, то приезжайте к нам, если вариантов нет. Я все, конечно, не стал обходить, я пришел к своему в поселке и в соседнем. Они мне сказали, ты покрещен, облит, мы такие же, как и ты, облит. Все в порядке, благодать есть, дух, все, люби, не переживай. А сколько до Мариел, ну, до Ешкаралы? До сюда. До суда, да? Две тысячи, да? Слышите? Откуда человек приехал за две тысячи километров? Посчитайте свои километры, откуда приехал. Так, Штенов, как у вас советы, какие вопросы? Вопрос. Юра, а ты можешь озвучить первую заповедь? Вослюби Господа Бога Слава. А твое отношение к этому какое? Вослюби Бога, это все люди, которые на земле, во-первых. Твое личное отношение к этой заповеди, у тебя есть отношение к этому? Потому что, если этого нету, то все рассыпется очень быстро. Потеряет смысл и выдуется, выветрится. Твое личное отношение к первой заповеди? Ну, отношение, это то, что в любви надо иметь страх перед Богом, чтобы не нарушить заповеди, чтобы, так сказать, я считаю, чтобы он, как бы не обидеть его, что я не противник ему, исполнять все, как он заповедовал Писание и так далее, иметь страх Божий. Вот это весь любовь, как бы его, не его любовь, а моя любовь, так и к нему. Жить, как он сказал, и стараться бояться в своих жизни. А в делах и в поступках только это, все и созданы по его подобию. Потому что можно и вас любить, и правда, и сидеть дома, и себя любить. Как я и делал раньше, занимался физкультурой, питанием, все, я спортсмен, я хороший и так далее. А раньше мне нравилось, когда меня хвалят на работах, везде-везде, я с праздником разговаривал, и везде хвалят. Как-то неправильно, я даже переживал за это. Я глядя на Никиту, думал, неужели я приеду по деревку, и меня они будут опять хвалить там. Игнатий Тихонович, я уже так смотрю, опять хвалил, я залез на крышу, все хвалит. Я компания, в чем я хвалить. У меня так получается, я не знаю, да может плохо, что, горе вам, что, вместо всех вас будет говорить хорошо. Но я сам-то по совести знаю, что я не претворяю. Я сделал сейчас, пролезу на крышу, Игнатий Тихонович меня снимет, в интернете рассказывает. Я рад, когда человек был отвечу, когда он услышал. Ну, как чего услышал, да? Да, услышал. А можно по твоему, то, что ты предоставил? Это ответы на вопросы, здесь всего их одиннадцать. По идее, все должны так написать, и тут кое-что есть. Вот он очень подписался. И вот там есть отношение к предателям и так далее. И вот он пишет такие слова, отношение к таким людям у меня презрительное. Я считаю, что если ты хорошо знаешь русский язык, ты его должен знать. Слово презрительное, оно не должно к людям вообще относиться. Если ты презираешь, то как ты будешь беседовать? И Христос Сауду не презирал, беседовал с Саудой. Да, тут надо было немножко другие слова, наверное, взять. Ты понимаешь, да, о чем ты говоришь? Поступки, да. И здесь, причем здесь похорона, в которых ты участвовал четыре раза. О похоронах тебя никто не спрашивал. Там есть вопросы. В поминках участвовать. Да, там есть. 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 По охранам и прочее. За деньги считают, там, злотыли разные. Поэтому было ставлено. А, вот это к этому делу. Так это не про участие похоронах, а в том, что ты делал. Ну, не все вопросы там были. Да, 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 да. Понятно. Без слова, когда кто-то предупредит. Так, еще вопросы? Кто за то, чтобы люди приняли подвещение? Проголосовать. Все. Кто за то, чтобы люди приняли подвещение? Кто за то, чтобы люди приняли подвещение? Кто за то, чтобы люди приняли подвещение? Кто за то, чтобы люди приняли подвещение. Все древнодушие. Пять на пять. Так, освоим динамеса. Так, не эти. А не лил, ну, порожки. Так, получите я и Володя. Это видно, что вы, прям выночено. Владимир Игоревич. Пожалуйста, спасибо. Вот так с вашей щель занимаетесь. Мне 20 лет. Ну, в данный момент я, раньше я всю жизнь занимался спортом. Сейчас я бросил его. И как бы... Как бросил это в вашей специальности? Нет, ну, спортом я перестал участвовать на соревнованиях, тренироваться в клубе. Я сам по себе тренируюсь. То есть, как бы, в виде физкультуры. Проучился в кадетской школе 11 лет. И там в различных соревнованиях, военно-патриотических, вообще во всех направлениях. На слёте кадетских корпусов в городе Москве два раза был. И два раза наша команда прям побеждала. То есть, было 75 команд-участников со всей России. И мы победили. Они даже такого города не знают, в Барнаульской. Спасибо, ребята. Ну, а об общине, о церкви Барнаульской я узнал из интернета так же, как и всех. Большинство. Кто для вас Иисус Христос? Иисус Христос для меня спаситель, который свою единственную жертву спас меня от греха. То есть, это просто информация или... Нет, почему информация? Или что-то, какие-то краски есть к этому? Именно своей жизнью? Ну, вообще, ваше отношение к этому, как? Повлияло это на новость, на вашу жизнь? Что-то побудилось? Конечно. Я... Давайте я вам вкратце расскажу, как я уверовал. То есть, у меня в ноябре умер отец. И вот после этого... В ноябре 20-го года? Да. У меня, как бы, никаких мыслей о блоге не было до этого. Ну, там, крещен в детстве, как называем крещен, не крещен, мочением. И после смерти его у меня именно появились мысли, вопросы, а что будет после? Что, например, моего отца ждало там? И я начал информацию узнавать. Я смотрел ролики уже, наверное, года два смотрю. Вот. И мне именно сайт, видеоролики, они мне первоначальные ответы на вопросы дали. Очень много. Вот. То есть, все мои пороки с этим, как я уверовал, большинство, они сразу как-то отсохли. То есть, страх Божий в определенный момент, вот в этот, как я уверовал, он сразу начал пребывать на мне. То есть, я не смог больше ни единого раза, вам честно скажу, сматериться. Просто пропало это. Вот. И многие вещи тоже. Ну вот, вы говорите, что уверовали. Это какая-то точка была ярко, такой момент. Да, это прям переломный момент в жизни был. Расскажите про этот момент. Как вам произошло? Читали вы что-то из-за жителей? Я читал Слово Божие, да, Евангелие, вот. Там, покайтесь, ибо приблизите во Царство Небесное. Я узнал, что такое покаяние. И в этот же момент встал на колени. Попросил у Господа прощения. Я, как бы, все вот эти поступки, которые меня волновали, ну, совершенные, плохие из-за моей жизни, они у меня сразу перед лицом все всплыли. Они мне стали неприятными. Вот так. Вы Библию прочитали? Я Библию полностью не прочитал. Прочитал Новый Завет. Библию я прочитал в эти книжи Моисея. Потом мне тяжело понимание это стало, и я на Новый Завет переключился. Можно? Да. Я хочу сказать, что мы провели два занятия с ним. Он сам попросил. Ну, я подошел, начал говорить о том, что заявление нужно подавать, если креститься, что есть желание. Он сразу сказал, что да, креститься, огромное желание у него. И все, и проявил желание узнать еще о Христе. И мы с ним встречались под запись. Два занятия, правда, всего. И потом он приехал к Игнату Тихоновичу. Но я думаю, что он еще и сам его увидел и узнал о нем. Поэтому, ну, я его как знаю более-менее. Он молодой человек, посмотрите, но он очень серьезный. Я даже, ну, когда я его видел, думаю, молодой человек. Потом посмотрел, думаю, наверное, лет 30. Давно всего 20 лет ему все, ладно, так. 20-летний, понимаете? И это отобразилось на нем. Видать, вот смерть овца повлияла на это. Ну, бывает такое влияние. Ну, и оно докоснулось души. А дальше вы видите, какие последствия. И в этот момент ролики. Ролики о покаянии, о царстве небесном. И, в общем, ну, тут все серьезно у этого человека. Хоть он и молодой. Поэтому, вот я вопрос ему не буду задавать, потому что я его уже задавал. Тут поступили вопросы. Первый вопрос. Как относитесь к защите Родины с оружием в руках? Допускаете ли убийства для защиты? Это первый вопрос. Нет, убийства для защиты я не воспринимаю, вообще никак не допускаю. Братья Матвичи, да. То есть, у меня были мысли, как бы, у всех там идти после университета служить в армии. Но, как бы, совет Игнатий Тихоновичу давал, что сразу, как восьбе решения, в военкомате писать заявление о том, что, ну, на альтернативную сутку я, как бы, с этим согласен. Так, и еще два вопроса. Спортивная злость и азарт вам присущи? И в сравнении, как было до того, как вы уверовали, и как сейчас? Да, были присущи, да. Поэтому я и долгое время участвовал в соревнованиях, побеждал. По данной спортивной злости и азарта никак. Но я уже говорил, что, когда я уверовал, я прекратил сразу спортом заниматься. Я не знаю, мне никто об этом не говорил. Просто это просто само по себе Господь дал. Ну, вот еще один вопрос, но в том же ключе. Ваша профессия и вера совместимы? Они совместимы, значит. У меня вопрос есть. Вот вы говорите, заниматься перестали спортом. Это как-то просто само произошло или это ваше решение повлияло? Было какое-то точное решение? То есть я занимался, у меня никаких, так скажем, мнений, желаний. Сомнений не было. Сомнений не было в том, что я там брошу спор. Нет, главное, чтобы это было ваше решение твердое. Это твердое решение. На основании писания. Чтобы возврата не было, потому что тяга будет. Чтобы жестко от себя отрезать на будущее, то должно быть решение ваше. Вот я сказал, что перестал ходить в секции, то есть там, где я с людьми тренируюсь, там, где мы спарринг проводим и выступать на соревнованиях. Но я не знаю, приемлемо же, ну, просто бегать, там, подтягиваться, держать себя в форме. Культура, она обязательно приемлема, приемлема. Приемлема, да. Только внутреннее решение должно быть твердое. То есть если пошли за крестом, то за ним и надо идти. Брат, вот никто, вот сам. Я к нему подошел, мне сказали, он занимается рукопашным боем, я даже не знал. Я к нему, когда подошел, это было до того, как он на занятия даже попросился ко мне. И что-то начали говорить, я говорю, а ты спортом каким занимался? Он говорит, да, я занимался, я бросил, говорит, уже все. Как только, говорит, вот начал ролики там смотреть что-то, я, говорит, уже бросил заниматься. То есть он повлиял еще тогда, даже никто не подходил, не разговаривал с ним. Мне, во-первых, противило, вот это, ну, с мужиками теряется, в своей жизни, знаете, борьба, валяться с ним, это тоже очень сильно меня противило. Вы не написали, кто у вас поручитель? Поручитель мне, это Тихонович и Владимир Пащенко. Я заявление... Давайте послушаем поручителей. А где Владимир Пащенко? Игнатий Тихонович, вы как поручитель Даниила, вы как поручитель Даниила, что можете сказать? Я скажу, как все. Ну, Володя, так и... Владимир, Александр, Пащенко. Володя, скажи, что ты думаешь, как поручитель? На себя. Владимир, подойди, пожалуйста. Да я здесь. Сосуды, хорошие, иди, я с ним. Да я здесь. Пожалуйста. Так не хотели. Имя, имя, отчество. И да, отчество. Я же туда, прям за Даниилу, встать. Скажу одно, человек рожден свыше. Все. Аминь. Боже, я ничего не буду говорить. Так, у меня вопрос. И причина одна, любовь к Слову Божьему. Призывной возраст какой, когда какая-то сейчас случится беда? Как военные обязаны? 17. Да. 18. А, да, 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 да. 27. Нет, 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 нет. 50 лет снимают военные обязаны. 50 лет. 50 лет. А ну поднимите руки, кто еще военные обязаны является. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, пять, семь, семь человек. Вы знаете, что сейчас сказано было, альтернативная служба, допущенная в Российской Федерации. Но мы должны написать заявление с согражданами. Если случится какая-то говорушка сегодня, тебя сбреют и не посмотрят на оборудование, на косички, это сделать уже хотя бы за полгода до времени твоего призыва. То есть ты должен там указать все, у нас бланк есть такой, что ты не можешь быть заряжающим, или отрастать тебя корректировщиком огня, подносить снаряды. А около, ты можешь ранен спасать, хотя бы на видимом поле. Хотя бы жизни грозила самая страшная опасность. Тогда ты можешь это делать для спасения. Туалеты копать. Значит, это вам, люди, которые на этом состоянии находятся, сделайте это немедленно. Вы будете жалеть горько-горько, что не сделали этого. А вас возьмут на какие-то подсобные работы, может быть, укажут за больными, за раненными. Люди везде нужны. Даже в Великую Отечественную войну, когда за это дело к стенке ставили, я рассказывал эту историю, и один православный получил какую-то медаль, когда не пошел. А почему? Его к расстрелу. А он выглядит какой-то, в монастыре работал. И приходил там, какой командир, а это что? Отказывается воевать. Он посмотрел, и давай его допрашивать. А почему не воеваешь? Я христианин, я не могу убивать. Так враг напал. Я христианин, не могу убивать. Ну, жену будут насиловать, детей заряжут. Я христианин, не могу воевать. Вот еще не знаю. А то что умеешь делать? Ну, я на расстреле был, поэтому я научился сапоги делать. Тащи. Любой конструкции, фигуриски там. Дальше поваром могу быть. Хреб, печь. Вот так, Юрий, еще хлеб, еще одеть. Еще что-то. Он говорит, а расстреляйте, какая польза? Если, конечно, здесь никакой. А такое пиво? Он в любой дивизии. Пойдем? Пойду. Так он потом к нему из разных дивизий командиры заказывает сапоги. Хлебом его угощали, как награды. Он знает там способы, сколько, чего, как, где. Вот как. И когда война окончилась, ему даже какую-то медаль дали. Он прошел до самого Берлина, и ни одного ранения нет. И никого не убил, и православный. Когда считаешь, я прочитал в православном журнале, это чего-то стоит. И попутно вопрос. Мужчины, кто подстригает усы? Поднимите, пожалуйста. Берете ножницы и усы подстригаете. У нас это недопустимо. Это нужно немедленно сказать батюшке, и не причащайтесь, пока усы не отрастут. Это наши правила, и их никак нельзя нарушать. Никак. Так Бог сотворил. Усы сбривают, это мусульмане. Бороду не трогает, не подстригает иудеи. Я со всеми слоями населения мира знаком. Только в прошлом году 2600 мусульман передо мной с теми беседовал. О чем говорил? И почти все сбривают атаку, и с вами тоже. И не произошли три слова Аллах, Мохаммад и Карам. Никогда. Не драконии. А им прямо называют отдельные места. Так не делать этого. Никогда. Если они позволят, дальше рукобы и тянусь. А в рот попадает. В рот попадает. И что? В рот многое что попадает. Вот они сидят, тоже в рот попадает. Вы посмотрите. Куда или бедно, возьмем 300 тысяч старых грязей по всему миру. Ни один никто и так не делает. Ни одного нет без погружения. В прямом можно везде брать добрый. Посмотрите на изображение. Я думаю, это фотография. Дринга Гэмбельс. Вот я только чуть-чуть в пакетинка видать. Где рот находится. У Карла Марса поменьше. Это важнее атеизма. А какие места, какие они защищают, там, диссертации на религиозной основе. В выпускной вечер, когда ее как-то назвали, у Карла Марса, он взял, я, извините, наверное, родная лоза. И там просто пальчики обрежут, как вот написано. Ну, видно было, что... Поэтому людей не трогайте. И мой совет вам, с радостью заявить, батюшки на исповеди, сидеть в левихоне, пока не отрастет бородавец, это за душу. Там есть такое событие. Они огневались. Вот это острили. Началась война, и 55 тысяч людей погибли за бородой. По поводу заявления. У нас шаблоны есть. Мы подготовили для запасников. Те, кто запасники по военной. Я подавал это заявление в военкомат. И уже многие братья подали. И от военкома пришел официальный ответ, что все добавлено. То есть принято это все к сведению. Там личное дело, это зависимо. Там серьезно работают с этим. Он может скинуть данные. И при том военкоматери. Рядом сидят с военком и священниками. Но никому так не наставить, как священник. Ты должен идти. А вот смотри. Александр Генцкий, Сергий радостью благословил. Не было этого. И не благословил. Он сказал, что победа будет. Первая победа. В битву уступили 400 тысяч человек. 360 было убито. Какая это победа? 9 из 10 убитых. А через 7 лет Тахтамыш пришел. И Сергий радонежско вышел, но он убежал. И Керри сжег. Зачем было это? Как Кутуза говорит, я бы никогда не сделал баронинское сражение, как бы император не добил. Пришла зима и расправилась как надо. Да, это так. Вот и все. Надо уметь ждать. Это выражение Кутуза. Отсидеться и ждать. Нужно ждать. Наша победа сидеть спокойно. Николай еще хочет спросить. Я как человек, который отнес заявление в военкомат, хочу сказать, что я там еще приложил справку, сходил в монастырь, взял, что я не отлучен от Таис на тот момент, да, и не под запретом нахожусь. Прямо сходил и, брат Вячеслав говорит, ты, наверное, второй в России такой человек, у которого такая бумага есть. Вообще в принципе. В монастыре тоже очень удивились, что я спрашиваю это. Ну, дали все на официальном бланке мне. Я привозил к заявлению это. А когда в инкомат придется, мы сказали, а что вы, зачем вы это делаете? У нас все спокойно, граница на замке там, у вас никто не трогает. Я говорю, на мое дело у вас уведомить, что я отказываюсь от этого, от убийства, потому что вера не позволяет. И они говорят, ну, мы вам отдадим начальник, он вам ответ знает. Ну, ответ я не читал пока, его может и нет. Ну, во всяком случае, тем, кто пойдет, что они принимают, но, говорит, это вы первый такой за эту историю, кто там пришел. Надо убедиться, что ваша вот эта бумага есть в ней вошел. А дело на тех, кто не служил, не забылся. Я, например, служил, я в университете. Вот так, а просто призыв-то был. Призыв был, но вот так. Ну, мне сказали. Голосование запорожцев, а так, может быть, потомки запорожцев, которые любили воевать. Тараса будет восполнен. Так, кто за то, чтобы Данила, Данила допустить до крещения наше ходатайство перед священниками? За и против. За кто? Благослови Господь. Так, четыре? Четыре, да, пишем. Все, свободно. Так, следующий счет. Александр, что он борцов или как? Борцов. Ну, фамилия какая? Борцов. Возраст, где, чем занимаетесь, почему решили здесь принимать крещения? Спасибо. 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 Борцов Сергеевич. Бумаги складывайте в армию. Крещение продавил. Попутно хочу сказать. Пока тут щекает. Нигде, как я знаю, нигде от приема такого нет. Я просто пришел, деньги заплатил, и вот я сейчас перехожу в Московскую патриархию. Мне взять и учатить не идет. Не потому что бедно, а потому что некуда переходить. Гор открытый. Переходить в мусульмане, да, там тебя грязанирует, порядок там. А здесь еще не надо. В церковь зашел, в рот разил, причастился и ушел. И перед смертью там отпоют в рот или деньги заплатят. Десятина платят соглашенными и всеми. Вы все знаете о Боге? Десятина. Десятая часть. Она нам не принадлежит. Я коротко скажу еще об этом. Мы заработали тысячи рублей. Девятьсот, Бог говорит, твои. А сотню я приложил Богу, большую букву. Я. И ты своей рукой иди отдай в сердце, священникам. А почему? Это в Медском Завете. Златоус объясняет очень просто. Если праведность наша не превысит праведности книжников-барисеев, то не войдете туда. А почему? Да потому. Потому что Бог участник нашего дела. Мы топчем землю. Кто землю дал? Бог. Тебе нравится свет? Без света ты ничего не заработаешь. Бог. Сто процентов Божьи. Вода чья. Вод звучит. Божьи. Желание дал кто? Десять пальцев кто дал тебе работать? Все Божье. Поэтому Богу принадлежит сто процентов. А он говорит только десятую часть не вашей, а моей приложил. И он не говорит, вы жадные не отдаете. Он говорит, обкрадывайте меня. То есть я приложил, а вы украли на себя истратили. Десятина нам не принадлежит. У нас был близкий человек. И вдруг он исчез. Ну мы знали, куда он поехал. Сюда, где брат был, где-то забрещен золото, Магадан или что. Работал на американском бульдозе. Деньги были хорошие. Вернулся. Я хочу быть с вами. Еще общего не было. Я говорю, Саша, а ты знаешь, что ты получал? Знаю. А ты платил десятину? Нет. А с вами мы не сообщаемся. А я хочу быть с вами. Вот такой настырный. А сколько у тебя денег? Ну, на книжке. Сколько? Ну, там назвал. Посчитай, сколько ты получал. И десятину не отдал. Он посчитал, ну, сколько, сколько на книжке. Ты готов приснять? Отдать? Да. Он, ни слова не говоря, пошел, все снял в сумму хруличную. Он пять лет где-то, представьте, на такой работе подплатить неплохо. Да, хорошо, да. Да. Я говорю, теперь деньги бери, а всех интересует угодовые деньги. Забрал к себе и пропил. Тебе понравился этот ответ? Нет. А мы пошли к баптистам. Козелёному. Знаю, пресс-митера. Мы вот принесли деньги, чтобы отправили тем, кто подпольные дает Евангелие. А они все отсидели в стройке. Их прятали, в Латвии где-то были. И туда отдали. А сектантам отдали? Нет, я Богу отдал. Но сектанты Божий голос слушает лучше, чем православные. И они издавали в то время тысячными экземплярами. И говорят, и узнали, где везут Библии в горах. И только кровавые Библии достались, раздавили их там. Будто несчастный случай произошел. Вам не понятно, о чем я говорю? Десятина платится всеми. Ну, Тови 1.8 книга, он платил 3.10. Есть люди, которые платят еще больше. Я первый раз встретил это, долго искал, где Евангелие достать. И коснулось в отпуск приехать. Кукушки, Игорь. Он оказался, так называемый, пресс-митер, какая-то новая секта. Очень интересный человек. Девять ребятишек, кажется, десять, ну что ли, жена Библии не была. Он говорит, я все время плачу пять-десяти. И вот попутно хотел сказать, как Бог открывает дверь. Я говорю, у вас Евангелие есть, а сколько вам надо? Сколько я посмотрел, на машине приехали-то. Ну, Библии взяли ящик там десять, картонный, который. И он идет. Она в полуподвальное помещение. Когда мы поднялись на этот этаж первый, а обратно спускались, он остановился на меня. Я первый раз в жизни живого пророка вижу. Да какой я пророк? Один порок, я говорю. Он зашел, а там склады. Так, сколько вы везете, все ваше. И мы долго у него прощались. Когда обедали, он прислужил и крестился с нами. Я первый раз такое встретил. Мгновенное принятие того, что говоришь. Вот как Бог делает. Ни много, ни мало, ни сколько времени потрачено. Ушагали про ступень, когда спустились пять ступеней. Без сердца его полностью. Вот как Бог делает. И пять-десяти платить при такой семье, это вера. Глубокая, большая вера. Поэтому я испытал в своей жизни. Господь говорит, испытайте меня. Бог позволяет испытать. Говорит, не отверзуя ли я отверстие неба, прольет столько милости и благодати. Вот оно все здесь и находится. Это все интернет. Через интернет нашли друг друга. А теперь сидим за ним с того. Вот они улыбаются. Так, вопросы? Сколько лет, какой период времени вы считаете себя верующим? Вообще, я первый раз почувствовал встречу со Христом, когда мне 14 лет было. Мне на глаза в те годы попала книга Слободского, закон Божий. 30 лет назад получается. Получается, да. И именно от меня забыли слова Спасителя из Евангелия, притча Осетия. Вот я вот, ну, когда размышлял, думаю, о каких слов я обратился. И на память пришли вот эти притчи Спасителя. Вот, и, ну, к сожалению, не было поддержки мне 14 лет, и все окружение, сочувствия не было. Моей вереник, ни у кого я не отшел, и, видимо, я отошел вот этим. Там далеко сидят люди, Громщик, говорили. А, вот, и я отошел, получается, ну, ходил в церковь, но потом перестал, я там опять в школу, в эти годы, и все. Курить когда начали? Курить, так. Так, это уже было, наверное, это когда уже, а, ну, или, наверное, нет, я нами не служил, немножко я баловался, до 20 лет. 20 лет у меня опять было, встреча со Христом через вот такое вот время, листовочки делают же такие, о покаянии. Мне как раз я запомнил этот день, этот день исполнилось ровно 20 лет. Я в это время жил в Ижевске, и сразу же я стал тоже опять, ну... А где вы получили эту листовку? Нет, 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 я ее привезу домой и помню своего. А из чьих вы получили эту листовку? Она дома у меня была. Просто лежала в своем доме, я ее в родительском доме. Она была с собой, я ее с собой взял, ну, именно вот в 25, я запомнил. И у меня еще был маленький такой новый язык, я сразу стал читать его. Вот, сразу стал не просто ходить, стал ходить в храмы, кстати, на каждое воскресенье. Вот, и в Таинствах участвовал. Я на тот момент учился в Медицинской Академии, и как раз вот где-то я надавлял на первом пульсе, я снова уверовал во Христа, и закончив Экватор, то есть 3 года я ушел в монастырь, и пробыл там 13 лет в монастыре. Получил сам дьякон, и получил этот постригливый начисто. А в каком возрасте? Это было в возрасте, если память не изменяет, 22 года, 21-22. А вот потом, потом я оказался, ну, приехал, взял благословение у правящего Ахирея Казанского, и приехал в родительский дом, и там я был при храме, при своем местном храме служил. Потом меня направили в другой тоже местный храм, и через некоторое время я пошел в него. Я как умный сын ушел, вот, и стал грешить, и через некоторое время я почувствовал сильное покаяние, я понимал, что я погибаю просто, моя душа мертвая. Я взмолился Господу, вот, и потихоньку, потихоньку я ему сказал, что Господи, говорю, я своими силами ничего не смогу сделать, помоги мне. И спустя полтора года я себя заставил зайти в храм, мне это было очень страшно, в храме я себя помыду. Полтора года я ходил в храм, каждое воскресенье, опять старался соблюдать заповеди, причащался. Долгое время я себя не допускал как причастие, потому что понимал, что такое экономия. А грехи были такие, что нельзя было причащаться. Но у местного священника постоянно чувствовал, что он меня подталкивал к этому. И до того, как я встретил Игнатия Тихоновича в интернет-роликах, я, наверное, шесть раз, наверное, о чем сожалею, допустил себя до причастия. А потом уже после этих роликов, когда я все осознал, я сразу же себя отрезал полностью от причастия. Я понял, что к чашам подходить нельзя. Ну, стал отдавать десятину и так далее. То есть, неукоснительно стал полностью соблюдать заповеди Господни. И понял, что если я от себя не отрекусь, то следовать за Христом я не имею никакого права. А крещение? Было крещение? Крещение было, когда мне было, ну, без погружения. Когда мне было неполно в четыре года. Родители? Да. Я помню, немножко я не совсем все хорошо помню, мне было три года и десять месяцев примерно. Вот я помню, как меня погружали в купель. Но представьте, что в этой купеле крестят младенцы. И как можно погрузить с головой четырехлетнего ребенка? И потом, потом я узнал, те люди, которые крестились у этого батюшки, они постарше сознательного возраста, они были отреки. Я понял, что этот священник несерьезно относится к этому страшное таинство. А когда Вы поняли, что у Вас неполное крещение? Ну, именно вот после ролика с Игнатием Тихоновичем первым, это я стал исследовать, это было, наверное, тема ролика была о крещении. Тема ролика нет, она называлась «Община Игнатия Латкина никуда не уходила из РПЦЗ». Вот эта тема с Вячеславом Семеновым там разговаривала. Ну, я потом еще раз прочитал. И еще на меня очень сильно в то время подействовали такие фильмы, как «Златоусты» с потерями и предчувствиями. Ну, вообще, то есть, уже никаких не было никаких сомнений, ничего, я просто влюбился вот, вообще, в «Вадимск». И меня привлекала строгость в это, вообще. То есть, там, то, что там все относится очень серьезно, дотошно, то есть, я понимал, что просто так автоматом тебя не покрестят, а все будет исследовать, все. И это, наоборот, только у меня усилило желание, и усилило вену во Христа, и в общине. То есть, и я понял, что для меня это была неизлечебная простарость. Я понял, что, оказывается, можно заповеди исполнять не только вот как по книге, но на самом деле есть люди, которые живут по-западу. А до этого я так не считал. Я думал, что, допустим, ты живешь по-западу, согрешил, и тебе можно опять исповедоваться, причащаться и опять жить потом. И не страшно, особо не бодрствовать, но уж опять оступиться, и опять в чашу управлять. А потом я понял, что это страшно будет, что это погибель души туда будет, и что надо все сделать, чтобы не сделать грех. То есть, даже если нужно, то умереть. Тут вот еще поступили вопросы, я их озакучу. Первый вопрос. Почему ушли в монастырь, и не тянет ли вас обратно? Обратно меня тянуло до того момента, как я встретил Игнатия Тихоновича. Потому что я, когда я же вам сказал, что я отошел от Бога, и у меня пришло покаяние как к блудному сыну. И Игнатия Тихоновича я еще на тот момент узнал. И я все сделал, чтобы написать тем людям, от которых я ушел, то есть в монастырь, и попросил у них прощения, потому что Господь сказал, что если принес свой дар к жертвеннику, то и знаешь, что брат твой имеет, что против тебя идти, и перемирись с братом. Я писал письма, и мне пришел ответ, и устно, и ответил, что они меня престили. Вот, и я подумал, конечно же, а сейчас никакой мысли у меня в монастырике нет. Потому что я понял, что самая главная цель – это благовестие и соблюдение на эту людину. Чтобы как можно людей больше узнали о Христе, я должен в этом подразделиться максимально. Как совместить то, что Вы прочли в Священном Писании и монашеском? То есть отношение к монашескому. Я разделяю, я согласен с Илья Кирпичевым, что прятаться, это просто со Священным Писанием не сходится. Я единственное, я согласен со злоборусом, чем отличается монарх от Мирского, то, что монарх, он без жилы живет, не сходил с женой, а остальное – вся та же ответственность. Может с женой, а может и без. А может и без, как апостол Павловский. Остался без жены, не ищу жены. Вот я так и остался без жены, не ищу жены, я просто хочу постужить на все, сколько хватит моей крыкости, перестаю. То есть жена была? Нет, нет, не была. А, тогда что? Не остался, это по-другому немножко. Ну ладно. У меня вопрос есть. Еще один. Тут еще два вопроса. спрашивают ваша профессия. Ну то есть, я так понимаю, где, кем, и где вы сейчас работаете? Зарабатываете. Чем вы ждете? Я работаю в такси. Официально. А медицина? Медицина нет. Я считаю, что я неправильно сделал, что ушел в медицину, потому что там большая ответственность, и мои умственные способности, я считаю, не совсем правильные. Виктор Андреевич. Ушел в медицину. Да, даже, я знаю. И последний вопрос. Спрашивают, планируете ли вы у себя там, где проживаете, вести евангельский кружок? Конечно, я еще этих людей ищу, но я не могу найти. Никаких себя. Ну, я очень благодарен, потому что я приобретал в Туниске, и сам был. И мне все это очень интересно. Вопрос у меня. У вас был опыт проповеди благовестия какого-то? Я сейчас, ну, после того, как познакомился с Игнаем Тихоновичем, я по работе своей вожу людей и им возвещаю их все. То есть, это очень удобно. У меня нет, я пока второго человека не нашел, ни на Мышленника. Но надо же подвахать. Но я, поскольку езжу в такси, я с клиентами разговариваю с ними, беседую, возвещаю их Христу. То есть, продолжайте 7 дней. Обязательно. У меня главная тема, вообще для разговора, это только Христос. Остальное все не имеет значения. Были моменты, когда я увидел, что дерно попало на благородную хвачу. Да, были. И были такие моменты, что клиент говорил, что до того, как вы мне это сказали, я в прямом виде, наверное, Господь и тоже посылал какие-то знаки. Я еще удивлялся в себя в уши, что такие совпадения были. То есть, бывает такое, что не хочется, но не могу и все это не ослаблять. Себя ломаешь, начинаешь говорить, а там полное отражение. То есть, не воспринимают тебя. А бывает очень легко. И как раз те люди говорят, что... Гетовый плачет. На такой случай надо Ивану или Илья раздавать прям... А я сказал, никому 500, потому что очень удобно, чтобы сказал... Да, и подкрепил. И визитки надо будет, потому что я... У нас все занятия. Свои можно делать визитки. Свои? Да, наши перепечатывают, наши ресурсы, свои фамилии. Перефон ставит, фамилия. У меня еще вопрос. Вы говорили, что вы дьяконов были, да? Да. Были поположены? Да, были поположены. Но в самом начале, ну, как я на мастырь пришел, то буквально в первую, можно сказать. Так вы дьяконов остаетесь? Вас за штат не почислили? Не, не почислили. Ну, я себя... У меня даже мыслить не будет дьяконов. А когда последний раз вы вот там пишите последние полпачки, ну, или около скурили, и покаяние, это когда было? Это было, когда я себя считал, в начале. Ну, давно это вот вы во времени вообще ничего не ориентируете нас? Хорошо. Ну, смотрите, я, можно сказать, узнал о вашей общении, так, ну, можно сказать, что 1 января, 5-2 года. А, понимаешь? А когда курение было? А курение было, наконец, я скажу, может быть, в апреле. В апреле этого года? Да. Ну, потому что я узнал... В апреле этого года был свеликий пост, его надо было полностью пройти. Пост. Ну, конечно, или после пост. Ну, после я строго соблюз. Там я и по 3 дня, и по ней ел, и средний пятник. Получите, я считал, Вячеслав Семенов. Мы в поезде вместе ехали, здесь были. У нас не было ни одного противоречия. Все вопросы, которые я сказал, он принимал сразу же, где я не чувствовал, и не было противоречия. что записано? Вячеслав Семенов. Вячеслав Семенов. Противоречий ни одной не было. За все это время. Так, давайте, пожалуйста, проголосуем, у нас, у нас, наши батюши, что-то будет. Так, кто за то, что-то... Серьезно. Что, Александр, запустить? Я за допуск. Я думаю, что бойцов не боятся. Воздерживали. Доброе. Санников Андрей Александрович. Санников Андрей Александрович. Доброе. Санников Андрей Александрович. Доброе. 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 Так. Ну, я вам скажу, что это ваш, конечно, блогица, и так вы решили Верю. И почему решили действие в Верю к чтению? Мне 41 год. Я к Вере пришел. Ну, постепенно приходил к Вере. Могу сказать, что к подлинной Вере пришел только благодаря Игнатию Тихоновичу. Потому что я очень много читал не того. Ну, то есть, читал-то мало, но это книг таких философия какая-то. Ну, в общем, бабье басни так. И окончил музыкальное училище, потом консерваторию, потом еще раз карантолу творчеству как пианист-исполнитель. И вот это было, значит, а консерваторию окончил в 2006 и там же начал слушать лекции Осипова. И через него я понял, что так должно быть, ну, как вот он говорит, ну, то есть, относительно сути веры. Но я не знаю, можно ли было это назвать верой. но я тогда же начал молиться, по молитву о словах, читать Новый Завет. И ну, было какое-то горение. Поначалу было горение, потом оно стало проходить, уходить, горение это. ну, и стали возвращаться грехи. И собственно, я просто ходил на исповедь, каялся. И вот в этой этим способом я и жил долгое время. Потом в 2013 году или 2014 может быть, услышал лекцию Игнатия Тихоновича, ну, то есть, беседу Крещение, когда истинное. И вот тогда-то и задумался серьезно. что-то выписал себе, обратился к священникам, к не одному. Ну, они меня как-то постепенно, видимо, склонили обратно мыслить, то есть, что я якобы попрещен, поверен. Ну, это было вот обливание там, окропление, это было в 13 лет, когда мне исполнялось в 13 лет. Без оглашения, без принимания. Далее, ну, вот, а потом я снова немножко отошел от Игнатия Тихоновича. И потом только в 2019 году стал, вот там произошло какое-то озарение и, может быть, возрождение. это был сентябрь 2019 кажется. И вот я там начал, значит, скачал все книги из интернета и что-то начал читать. то есть, скафилак начал. ну вот, а потом в общем снова новый этап и я понял, что муж может точно хреститься. вот так. Андрей, у вас звучат мысли, что вы приходили к Игнатию Тихоновичу, потом уходили, но главное, вы к Иисусу, Христу, приходили? Я так выразился, да? это понятно. Дело в том, что... Ваше отношение к Богу, к Христу, а не к Игнатию Тихоновичу? Это понятно. Это все верно. Дело в том, что просто через беседы Игнатия Тихоновича «Мне вот открылся Христос». Вот так. И Слово Божие, то есть ценность этого Слова Божия и Его чтение в совершенной необходимости. Наверное, надо вопросом. Немножко такой, может, отвлеченный. Вы закончили консерваторию, вы кто? играете на чем-то? Вы же, хлеб чем заработаете? Значит, я после консерватории вот 9 лет отработал в первом институте, преподавал там фортепиано, но это было безделье настоящее. Хотя, я там писал две диссертации, одну сначала, да ее не смог доделать, да вторую. Это лень, с одной стороны, а с другой стороны ложь мне претила. То есть, ну, честно говоря. Вот. Ну ладно, не будем об этом. А потом, значит, я сейчас работаю в музыкальном училище, преподаю фортепиано. Скажите, а у Вас такие, как Вы уверовали, у Вас не было вдохновения, чтобы что-то, какое-то, прославить Христа каким-то своим творчеством? Творчеством? Единственное, только это может быть играть Баха, потому что Ягна Севастьян Бах единственный такой композитор, где я пришел сейчас к тому, чтобы Он только более-менее выражает веру и христианство. Сделать концерт. Тут еще вопросы отступили. Нет, извините, еще добавлю, что у меня есть такое, ну, такие случаи предоставлялись, что я благовествовал, то есть людей стремился им объяснить все о Боге, о том, что нужно идти в Церковь. Вы сами не пробовали книги писать? А мы-то почему-то. Нет, даже не. Так, тут вот поступило три вопроса. Нет, у меня просто ассоциация сразу с Виктором Савченко, который сказал, мы кладем. Да, вот бы еще перевести дальше все то время. А оглашенный поручитель есть у вас? Да, Вечеслав Семенов. Сейчас тут вопрос еще. Вопросы, а потом поручитель нет. Да, все. Вам присуща резкая смена настроения и приводит ли это к греху смена настроения? Ну, у меня какая-то есть раздражительность. Она у меня и сейчас я чувствую, что она у меня где-то есть в меньшем уровне. Я знаю, что это нужно оставить все, нужно отвергнуться себя. И я думаю, что в крещении надо меня поставить. Вы не смущаетесь, говорите, как есть. в крещении я полагал, что это мне очень поможет именно бороться с этим. А какое у вас, как вы сказали, смену настроения? смену настроения. Мне присуща, как это называется, по-мирски нервозность такая и некоторая боязливость. Ну, говорится, что боязливое Царство Божие не нас любили. А есть какой-то у вас стих поворотный в Писании? На обращение на хашту. Придите ко мне всетруждающиеся и обремененные. Я успокую вас. Возьмите ими 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 избавить от моего возраста. И вот последний вопрос, который вы передали. Перед принятием какого-то решения чем вы руководствуетесь? чтобы принять какое-то решение чем вы руководствуетесь? Будет ли это угодно Богу и как это будет смотреться со стороны Вечности? То есть и поправьте ли это Богу? А давно вы уже как-то в вере приближаетесь как-то движетесь вот к этому по времени? Видите, тут можно смотреть двоя как-то Нет, вот именно поворот и момент с Евангелем с Богом когда вы уже тесно соединены И когда этот момент нет давно ли вы по времени движетесь в этом направлении? То есть это вошло ли это у вас в норму уже как дыхание ваша жизнь со Христом или только начало в начале пути в каком в каком вы месте находитесь в данный момент чтобы попонять и нам чтобы нам попонять какой вы есть или только вы пришли встретились пришли и толчок вот озарение все или вы уже живете в этом периоде уже то есть посты как дышите вы видите в грамм тоже как ходите вот это вот момент ощущения что это рождение свыше ощущение у меня такое возникло честно говорю только где-то в июне наверное вот этого года в начале июня или в конце мая а как это ощущение выразилось это же все-таки ощущение при том что я посты держу уже очень давно то есть с 2007 года и вот это вот и получается некое мертворождение произошло у меня просто почему обращение ко Христу не произошло то есть Бога мы веровали а во Христа так и не пришли до этого да ну как нет как бы думал что веровал а вот уверовал чувствую что уверовал только сейчас где-то в июне такое было почему мы спрашиваем потому что у вас должно быть четкое понимание к чему вы стремитесь что вы хотите получить чтобы не было возврата обратно на основании ваших полученных привычек вот этих вот потому что откат может быть очень быстрым легким и тогда может быть лучше задержать крещение как бы укорениться в этом своем состоянии закрепиться железно а потом уже креститься я согласен что у меня свойственно малодушие какое-то это очень сильно есть такое и вообще-то я хотел сказать вы не волнуйте дружеская беседа я просто понимаю что дальше просто тянуть некуда нужно нужно менять жизнь кардинально конечно но называется а во-вторых то что нас ждет через год даже неизвестно а опыт вот этих вот огорчений ваших он большой имеет ли он у вас такую силу притягательную расстались вы с этим сожалели об этом сожалеете что расстались о чем ну а прошлых вот отдатых вот этих вот ваших колебаний пришел ушел исповедовался причащался грешил потом это вот это двоякость лукавства хитрость вот это насколько она в вас крепко сидит то есть вы либо вы в сознании в решимости отрезали это поняли и хотите выйти в новое русло новая жизнь сознательно это я понял что я потому что это самое главное решение это самое главное ваше решение тогда кричение будет вам на пользу отрезать и заново идти все отвергнуть новое все все строю нового потому что Господь сказал что вино выливается в новые мехи ветхие мехи оно не наливается оно разорвет и порпадет то есть должен быть новый человек новый человек это решительный настроенный имеющий твердость и вперед какой бы есть какой бы есть твердый решимый или можно еще подожди пускай она ответит заправить к этому вы какое вы же из Казани я из Свердловской области а из Свердловской а что город Казань то Азбест 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 А Свердловская я думал рядом с тобой он как раз знает город Реешь откуда Владимир Реешь Галендухин вот это все пускай ответит ответит ну да да вы знаете музыкантов примерно сколько музыкантов которые произведения вы исполняли вообще исполнял это я всех и даже с Крямина к сожалению не с Крямина за что за что его за что к сожалению за что исполнял мне нравилось что вы поществу это игра из Крямина а мне нравилось тогда я сейчас понимаю что эта музыка перед ведет она вот в ад она прямо там в ней вот это какое-то депрессивное настолько что это просто уже что-то бесовное а это было еще когда я в консерваторе учился а Вагнера любили? любил Вагнера любил почему Вагнера любил? очень может быть какой-то такой чисто человеческий гигантизм что-ли а какой из музыкантов они как правило к стихотворцу склонны больше всего вам нравится настолько что вы хотели бы его подражать за всю мировую историю музыкант? ну да музыкант который сам составлял музыку писал стихи и сам пел их чтобы подражать и не проиграть а видите я в слишком специальной атмосфере такой рос и там учился точнее и там такого нету чтобы одновременно так мой совет вам в интернете найти исполнение псалмов Давида на еврейском языке и когда поют кто слышал знает когда он папочка дает это и мой бог а дальше он поют папочка один с бородой такой сидит и зал садит и как они поют и когда ты знаешь это язык на который приближенный Господь говорил сколько эмоций ты теперь не защищаешь все погаснет только одно это будешь смотреть не понимая супер титры не будут слова псалфур перевод синодами это мой совет как не специалиста почему я знаю что я поют псалфур Давида тут я могу сказать без проигрыша у вас быстрый может начаться рост вот такой энергией он поет с бородой высокого роста сидит на стульчике все отработано бескрайняя аудитория бывает кор мальчик от еврейских поют я не еврей но слушая это я понимаю что где-то рядом рядом Давида с ними был тем более его псаллы исполняют у меня есть упование на Бога да но иногда как бы когда кажется что есть какие-то закономерности чисто природного характера они могут как бы так одержать верх вот здесь у меня может быть ну это вопрос не отвечать я просто советую чтобы посмотреть вот они взрослые есть есть отдельно поют мальчики это надо просто увидеть есть разные хоры я много смотрел им нельзя премию присваивать потому что это больше всяких человеческих понятий премии каждое слово прославление Господа ну псалтырь настроил псалтырь сколько он призывает к цепи и поэтому кто против музыки он пусть не забывает что лучший музыкант всех эпох один был которого и братья не признавали обговорю тебя злое сердце и прочее просто у вас редкая такая специальность и чтобы вы это тоже на служение Господу можно еще вопрос ведь я ему советую то что он любит в это погрузиться по настоящему и откуда идут истоки ни одна нация мира не может показать никогда и нигде ни русские никто что было тысячу лет назад они показывают что было три тысячи лет назад и вернут и за мы еще не признаем никаких но одно чудо образование Израиля возврат к древнему своему языку нет это немыслимо я занимался тем и другим и понимаю даже мыслить нельзя об этом они сделали это территория враждебных Израилев государств в 500 раз больше и они ничего не могут сделать сейчас что они сделали выпускали речь идет о десятках тысяч ракет которые а играют там в десятки раз и они там сделали какой-то тоннель огромный под землей высокоточное орудие все в пепел превратили его не тронуть из-за почему мировая история началась и так и закончится поэтому Бог выявил человек хотя музыкант это талант я могу я могу советую то что я не музыкант и глухой но сердце трогается брат приедет да ладно я еще раз давай послушаем понимаете там звучание неба и как они взрослые взявшие заводки как поют и прославляют Бога ты нам открылся самый прямо Давида сегодня будет костюм так проголосовать ой давайте возьму я хочу спросить его об общине вы тут пишите что вы когда увидели вот тут у себя записок в ответах и говорите что община вы что-то поняли что там я сейчас смотрю вы мне противоположность полностью моя вы мне кажетесь очень одиноким человеком и замкнутым в себе я может быть не прав но если это правда вы знаете вам очень тяжело иметь жертву общения жертва общения это наверное только с моей женой вы можете соревноваться это очень очень вот ее никто не скажет что она там жертва она везде участвует но она такая одинокая сама по себе и жертва общения должно быть с другими людьми вы почему вот такое я хотел сказать вот у вас там какие-то сомнения и так далее потому что сатана вас в самом себе вращает все время на вас все время на вас вы как зеркало себя увидите и опять о себе начинаете думать вы дайте любовь другим как апостол Павел сказать я расширяю сердце ваше все вмещаются ну вы-то расширьте ваши сердца ну начните вот на занятиях участвовать вы сколько на занятиях ходите в интернете занятия в интернете вы посещаете или нет ну да несколько раз несколько раз всего ну вы понимаете у вас в чем дело вы очень мало общаетесь с людьми вы сейчас туда уедете вас крестят вы подумали что крещение поможет там или еще что-нибудь вас еще больше на себя замкнет в таком случае потому что он враг рода человеческого не дремлет у вас есть кто-то там с кем вы общаетесь кто разделяет взгляды ваши о вере когда вы можете вот сесть и вот не вот так вот разговаривать а вот так вот разговаривать вот так потом там дыбунов огонь там дыбунов он там я не я по другому не могу у меня вера меня распирает у меня кости горят внутри когда я тем более вижу братья вы не замыкайте себе церковь это общество это община огромная община которая Христу принадлежит и вообще мы все Христовы из Христа состоим в члены его написано с вашим вот таким вот постоянно как бы непонятно это уже смирение вот так все время сидеть а вы тут отписываете говорите кричать и там раздражаться это не моё да нет не здесь вот здесь вы там пишите кричать и раздражаться не буду ну то есть там гневливость гневаться не буду вы это отписываете значит у вас есть я вообще это не описывал хотя на меня это не похоже да я вообще не гневаюсь я могу только если гневаться правильно там на себя там на какие-то грехи это знают все потому что я исполнительный наблюдатель бывает такое но вы тут описываете это то есть и вы потом сказали что у вас какая-то нервозность а вы человек который явно не такой то есть понятно что вас там внутри разрывает кто-то не вы я вам скажу можно вот я только сейчас пришел то есть когда в общину я здесь нашел только людей единомышленников просто там их нет там вот маленькие городки все и там сложно найти но я буду искать в семье у вас будет поддержка кто-то у вас женатые дети они противники или нет а вы разведенный разведенный но тем не менее на разводе вы видите что главная роль вам принадлежала вижу так я еще немного скажу вот это там о котором брат сейчас сказал он заключен во многих стихах в Библии пишут всегда трое Иисуса Христа ощущает от пятого века да первое послание Иоанна 1-7 но впереди написано два условия если мы не сидим не прячемся но ходим во свете как он во свете и имеем общение друг с другом а вот это я помню вот у нас общение идет по интернету каждые два часа Валентина Хапилина Валентина Сергеевна она принимала крещение здесь из Казахстана братья кто будет вести и кто братья кто будет вот он я буду она дает но когда никого нет она сама ведет ты послушай как она ведет вот к нам приезжала Казашка Райхан Казашка свидетельница Егова была и она этого не надо видеть какой у нее огонь был и уже 11 человек родственников приняли креста крещения 11 Казахстан и мы были митрополита дал разрешение нам везде все снимать ну как он и так дает и она никак не хотела послушаться я говорю не ездить зима полная нет отец углете я с вами не встретил все равно приехал вот эту жажду у живого человека я вам говорю Зайги Зулина прислушаться и на посад каждые 2 часа идет моление каждого выбери другие я на работе не могу но он участвует я вот не понимаю сейчас меня снимают отсюда но у меня такой опыт что позволяет быть одному свидетельствовать у меня опыт камеры и другое у вас никакого опыта нет мы снова погружаемся в то что вы как бы показываете вот опять укройтесь ищите пока люди едут завтра будет закрыто все молитесь за правителей за насчастливащих такую свободу Бог нам дает они знают что мы собрали далеко нас никто не трогает мы знаем грань за который не залазим и они нас знают вот брат все еще говорит посмотрите сколько у него огня другие заходят его нету там скучно разговаривают даже смотрят за собраниями а так ты ему и давать не за счет разносит все он дребезги трудишься а он одним махом разбивает но это тоже неопровимое средство общение о чем брат сказал жертва у меня драгоценное время нет молитвы у меня столько ответов надо давать дружу время молитвы отвечаю а она в конце с вами Игнатий Тихон задавайте скорее вопросы ответы каждый раз тебе конкретно о чем надо молиться вырваться из этой рутины мышления о Сибире что я такой да есть молчальники православия Соломан молчальник молчальник отшел а затворник он написал не просчитай все а это Тисов не сказал такие как Семен на столбе стоял никто не слышал а патриарх он положил не прикасаясь к нему чтобы он давал благословение вообще я насчитывал что я знаю вылетесь из этого плена глухого молчания и недовольства всем это не просто молчание а выражается в презрении тут и такие там и такие это маленький рассказ такой братья бондарь про зверей писали зверой и медведь и жиры а комар сел на нос укусил он как брякнул а у комара нет он посмотрел еще ему не спится да и деревья вершинные ваши нету облака идут как подумаешь аритор во всей вселенной хороший никому не мешает я братья бондарь настолько у нее красочно по звериному там как бы подводник вот вылетесь из этого хлопнись я по носу как следует начинка снимите заранее вы видели какое общение вы бегали бегом у меня на работе бегом бегают с носилками со всех и сколько успели сделать вы слабое духовно слабое телесно вот вчера мне нужны были люди на важную работу а вы стоите здесь мне нужны два самых сильных и кого я избрал и они сделали все как положено какие там бревны березом все тащит вместе что тебя искали не только ты но и тебя ай дай-ка ему не будет что у нас будет как ой-ой а то у него исчез и все одни только черви могильно радоваться будут наконец-то один поразит попался а вы слушали присмотрения на стихи натихничек которые Виктор Савченко что я вас не говорю вам понравилось я не жаль так Виктор Савченко да ну я-то вас здорово требовал на музыку Виктора Савченко здорово на работе-то вас с кистом то что Виктор Савченко то же кто колотил кувалду я кувалду 11,8 помолти подниме на себя железную так проголосовать 10 секунд 10 а поручить у вас такой талант вы могли бы все 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 кто за то чтобы допустить Андрея до крещения Андрей пускай крестится трое из пяти решает батюшка не будет дальше Анатолий на примере брата хотел сказать что можно на шеркву взять такую что час в неделю выделить и заниматься бесплатно в храме выйти с кем-то ребенком решил желать крещения оружие позвали я живу в городе Румануде республика Бурятия 33 года мне сейчас Николаевич Анатолий Анатолий ну по-какередию могу сказать почему я решил креститься потому что вижу в этом именно спасение поскольку Господь нам дарует именно спасение через омытие грехов которые происходят как раз таки происходят в крещении ну и конечно же в покаянии то есть если человек какие бы грехи он не совершил до того как он крестился если он не в покаялся от сердца если уверовал во Христа как своего личного спасителя уверовал в то что Христос за него умер на кресте и воскрес то все грехи будут ему прощены в этом крещении и соответственно с великой надеждой человек будет ожидать того что он попадет в Царство Небесное ну и соответственно у меня это желание великое есть всей душой я желаю креститься хотя все таки не считаю себя достойным этого великого дара но все же и спрашиваю этого великого дара у батюшки и у братьев что можно еще рассказать каким языком владеете по-моему русскому английский ну я буду делать так вопросы а жена у вас не верующая она верует ну то что как вот большинство наверное людей что Бог есть даже порою когда я встаю молиться я так иногда замечаю что она иногда со мной встает молиться но делает вид как бы делает это незаметно чтобы я не замечал но при этом вот допустим по Евангелию нельзя сказать что она верует то есть вот по Евангелию это что значит это когда у человека есть огромное желание и дерзновение делиться вестью о распятом и воскрешем Христе с другими людьми то есть ну вот у нее уже этого желания нет и она не понимает не принимает вот этого не понимает что нужно ну как бы цель нашей жизни это не только в том чтобы просто веровать но еще и в делах подтверждение веры делами она как-то препятствует вашей вере я бы не сказал нет она не препятствует так скажем напрямую она допустим несколько противится тому что допустим я там бороду отращиваю не брею так иногда что-нибудь такое скажет но в целом нет нету препятствия а кто воспоручитель воспоручителем не далось неудачно я лучше всех знаю расскажите мы давно знаем уже года два в интернете работаем много слышали тоже так же слышали он Игнатий Тихонович ему тоже давал переводы делал там ролики там на английском языке хорошие есть он делал переводы вот постоянно советуется если что он не знает постоянно просит советов у Брата у Игнатия Тихоновича из такого я его знаю уже давно была речь шла о том что мы все очень удивились что он не крещеный то есть все группы все направили можно сказать его сказать долго два года два года по времени то есть вы его подтолкнули вы живете давно уже на занятиях я по времени датам не написал я хотел с 19 не думать нет я вообще на занятиях вообще с самого начала то есть Сергей Охо при мне он вообще давно начинал еще по моему даже Вячеслава не было но я при этом там молчальник то есть я просто присутствовал и ничего не говорил а вот в последнее время заговорил да я тогда заметил это не видно вообще заговорил наверное ну вот последний год наверное это с интервью с Еленой Годыщук началось она как-то меня так и разговорила и у меня стало желание именно с братьями общаться началось такое желание общения так на крещение вас подтолкнули или это ваше внутреннее желание огонь изначально это внутреннее желание да но здесь так получилось что и братья и сестры подтолкнули но изначально конечно же это мое желание а вы Евангелие читали? обязательно а знаете какая связь у рожденного свыше и у крещенного ну рожденный свыше может быть не крещен да в определенном моменте пока не крещен а рождение свыше это именно когда человек осознал что за него умер и воскрес Христос но это не до конца правильно потому что рождение свыше это изменение сознания внутренности именно в крещении тот огонь который внутри горит он как печать на сургуч и главное чтобы вы к этому моменту подошли именно таким без Духа Святого здесь никак да здесь никак иначе вы просто Царствие Божие не увидите оно будет мимо вас проходить а вы не увидите почему и Господь на этом акцентрировал внимание что надо быть рожденным и в крещении это зафиксируется почему и мы так дотошно все это из вас вытягиваем понимаете чтобы и как-то и вас другие услышали чтобы так его вопрос спросили понимаете у нас же третий час не прошли батюшка сейчас приедет конкретный вопрос потому что прийти здесь не проповедовать пришли мы он это все знает больше вас про жерун больше вас на самом деле который сейчас поклонные молитвы сколько раз были не разу а он больше сто раз что тут его допрашивают на глазах мы можем себя показать за собой спрячемся и за год не увидишь никогда а он спешит первый на помощь везде какие бы сборы ни делали он там нельзя так надо просто на себя взглянуть и тогда вишни раздовы распадают так проголосовать кто за то чтобы запустить крещение кого-то не хватает 5 бога спасибо христа аллилуйя так Дмитрий Смирнов на вернук не тот не тот смирнов смирнов который новый новый вы не писали кто еще не писал а кто еще не писал не писал представьтесь пожалуйста представьтесь пожалуйста смирнов а что же вы не написали никто не сказал вам нет нет я отвечу я ему все дал написать он сказал что я не могу или грамот не потратить я с ним пообщался знаний догматических еще нет как вот в таком виде в котором он должен быть то есть есть желание креститься он у нас в группе тоже и на монету встает он всегда молчит на занятиях он пришел через Иоанна Ермоленко сына Павла Ермоленко он его непосредственно привез вот все желание все это есть но знаний нет из беспоковцев из беспоковцев то есть вот этих понятий никаких нет мы вчера о троице поговорили вера ну то есть он все что принимает сразу верует но нет еще знаний у него один поручитель отца Павла сын Иван который женат на внущатке он вчера был написал ну я ему не говорил что написать согласие мне тоже мысли надо сложить и батюшки отнес Ходотайству знает его около трех лет правильно сказал? так препятствий не наехать нет не ждет по христиански сколько донос столько им есть а Господь открывает двери всем и поэтому он ни одному слову не против Евангелия в такой середе старопе все это неприемлемо и прийти в церкви это подвиг в настоящее время это там мертвая скрида как я называю шелковое задание было слово сначала потом Сергей Кайзонович он вообще ролики первые я увидел его просто буквально просто подучить вот таким формально догматическим надо на занятия чтобы выходил а выхожу так ты из Алтайского края? в Солонешевске а в Солонешевске тут стопроцентная гарантия в Азии не будет в истории не будет против церкви не выступит против Евангелия слова не скажет это самое положительное мне однажды учительница поставила пятерку по перью а за что что я никому не мешал так проголосовать во славу Божию спасибо спасибо с Богом беспокоиться это уже заходной балл а Алексей семь лет где он? вот он они поставили что давай а че а че а че а че а че а че я сейчас сказал батюшке и матере что его надо мазать сходить они это первые первые он все уже считает и отмещает родители кто? вот она мама это да а мама крещеная? нет а вдвоем крещеная да конечно ну так давайте вдвоем ну так давайте вдвоем ну так я нам расскажу ну да сядь на один стул на лон на второй стул есть на нем конечно сразу вдвоем так что у вас есть да? да дайте пожалуйста давайте хорошо сейчас иду кое-что но вопросы молодому человеку там это все и думает как бы я с коровищем а надо отметить так что он думает а маму ты слушаешь? уважаешь маму? да знаешь что такое уважение к старшим? да а заповеди Божьи знаешь какие-нибудь? знаю заповеди учил учил да? ну скажи про маму какая заповедь почитай отца и мать да будут благословения на земле и да будут дни твои долгодетственные на земле да? а знаешь что такое долгодетственные? нет вот рядом сидит вот Игнатий Тихонович ему уже 82 а тебе сколько? 7 вот посчитай сколько тебе еще можно до 82 в жизни а ты должен только добро творить очень долго тебе еще целых 75 лет и все время творить добро почему? ты же сейчас христианином станешь представляешь обращение христианином ты с другим то говоришь о Боге? маленьким ищу 60 лет как за столом сидеть и его вымощниться его один раз показали и все правильно делаю вот взглянул кусочек плохо никогда не нахлодится и все делает так надо а ты знаешь кто такой Христос? да человек хорошо что человек а из чего? святой я его не учил ничего не говорил с кем что приехал то и есть Христос и Иисус это разные? а что? один один Иисус Христос а кто он? просто человек? нет святой человек святой человек на сколько святой не спросит он ответит а надо много поставить много а спросите его это больше? да спросите я с ним и на пути бы не разговаривал просто он считает так ну что вопросы есть? проголосуем? давайте хватит чтобы Алешу батюшка выслышал и приял так что это? голосуем да ты ли в каком отвечаешь маму я обожаю так раз два три четыре пять иисус Христос наш Бог Бог Господь наш Бог и Спасище ну и человек батюшка все определит ему надо ближе быть ответил то все правильно написать ребятишки и берли а вот это? а? 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 папу как зовут? Алексей Николаевич Алексей Николаевич ребятишки в церкви бегали алтарь открыли он спрятался там мальчишка и залез под престол а служба началась а он там уснул служба идет архиерея поют и вдруг полок оттуда выходит а это откуда взялся а он службу там проспал почти и сразу на него обратили внимание это знак его приблизили в дальнейшем выйти престол игра детская чем кончилась коронизировала его на гоше врезы ведь он уходил так что вот так вот кто уходил еще это показывает что не шаблон наработать надо называйтесь Перелыгина Елена Геннадьевна Перелыгина Елена Геннадьевна погромче да можно? вопрос? да а вы с какого года или сколько вы уже пришли к Вере как пришли к Вере вообще? начиналась с детства Вере приходила в мир ну так называемые крестные тоже крестные погромче чуть 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 она тоже очень верующая живет на стяжательной и решила посетить к Богу свою жизнь к ней женихи ходили она всех отвергала все время говорила о Боге все при моем глазах было я видела как она симпатичная девушка видная и она начала всегда говорить о Боге всегда это ваши крестные да они посидят посидят ну ладно мы пошли вот очень стяжательно живет тоже печка мышки даже в доме все прям как по пять дней они кушают посты держат вот такая вот сила и вот и она меня начинала вот учить около лет 13 я тогда уже очень ходила в монастырь юбки по колено мы вместе ходили учить начинала чему учить? внешнему и внешнему и мы святых отцов читали а, читали да вот тогда родители очень испугались у меня стали против всего этого плюс с с с с Продолжение следует...